В прошлом году был получен рекордный урожай за всю историю Харьковщины о зимой пшенице. В этом году достичь прошлогодних результатов не удастся. Планируемая урожайность пшеницы в нынешнем году – 31 центнер с гектара. Критическая нехватка осадков и весной, и осенью сильно повлияла на урожай, утверждают пессимисты. Качественные удобрения, средства защиты растений и современная техника минимизируют потери. Комбайнер Виктор Валько до 2012-го работал на тракторе. Потом пересел на комбайн-класс. Небо и земля, сравнивает мужчина. В кабине, как в иномарке, комфорт, тишина – это важно, поскольку в уборочную работать приходится напряженно. Рабочий день начинается с 8 часов утра. За рулем я нахожусь в 12 часов. За это время мы убираем 30-35 гектар. Несмотря на это, Виктор Валько понимает, что достичь прошлогодних результатов не получится. Нет, в этом году не будет. Осадки во время сбора ранних зерновых не приносят никакой пользы. Из-за дождей в Красноградском районе уборочная кампания идет с опозданием на 5 дней. Как результат, на поле появляются бурьяны. Это есть проблема, с которой надо бороться в дальнейшем. Там и десекация, и прочее. Мы пытаемся сейчас успеть еще убрать до момента всяких химических вмешательств. Урожай формируется за счет накопления осадков на поле во время осенне-зимнего периода. В прошлом году погода благоволила. В этом, говорят красноградцы, и весна, и осень засушливые. Поэтому рекорда урожайности не ждут. Но и ниже 35 центнеров с гектара не опустятся. За счет больших усилий и вложений сельхозпредприятий. За счет системы точного земледелия. На каждое поле есть агрокарта. Это состав химический, состав грунтов. Вплоть до того, что на каждом участке поля вносится разное количество удобрений. Пополняет тот агрофон, который должен привести к желаемому результату. Всего в Красноградском районе собран урожай уже на 80% площадей. Из 43 тысяч гектаров осталось собрать урожай с 2,5 тысяч. Средняя урожайность – 31 центнер с гектара. Лучший показатель – 40 центнеров. Рентабельность в этом году невысока. И ждать больших прибытий в хозяйствах – практически надея только на сбегание поздних зерновых. Это кукурузы и подсолнечника. Позже обычного приступили к уборке и в Харьковском районе. Комбайны работают с рассвета до темна, чтобы успеть собрать урожай с 500 гектаров. Замдиректора сельхозпредприятия Денис Остапов говорит, «Все сделали по науке». Поэтому он надеется, что серьезных снижений урожайности зерновых не будет. Уже видно, что мы соберем за 50 центнер на круг. Будем стараться больше, за потерями следим. Денис объясняет, что для агробизнеса важна окупаемость. Сколько вложил в поле, сколько с него получил. «Все нужно смотреть по точке безубыточности, смотря, сколько люди вложили в землю. Некоторые фермера вообще ничего не вкладывают и собирают 15 центнер. То есть чистый доход». Денис на примере рассказывает о поле за его спиной. Что вкладывалось, чтобы получить высокий урожай. Дискование стерни, культивация и посев. На поле примерно 200 килограммов удобрений. Весной была подкормка аммиачной селитрой и карбамидом. «Как бы копейку не вкладывая, получая 15, вы придете рано или поздно к тому, что вы не будете получать ничего. И тех же 15. Вы будете получать просто ноль». Необходимы новые сорта озимой пшеницы, считает эксперт агробизнеса Александр Радченко. Это даст лучшие результаты и по урожайности, и по качеству. «В институте рослинства работают над этим ученые и дают новые сорта. Но это, как говорится, научные исследования. А нам надо уже на производственные, нужны новые сорта. Даже и сорта иностранного выробництва». В облгосадминистрации позитивно смотрят на ожидаемые результаты уборочной кампании. В конечном итоге они будут не хуже среднем многолетних. И хлеб, уверяют в департаменте агропромышленного развития, деликатесом не станет. «Прежде всего, если уж хлеб делается из муки, то, соответственно, цена и на муку не будет расти. Мы не говорим здесь о электроэнергии, то есть о масштабных таких моментах, энергоносителях. Поэтому у нас есть все основания говорить о том, что цена сегодня есть. Она будет как-то колебаться больше-меньше. Но в целом никаких мы не ожидаем и не видим никаких оснований к тому, чтобы сегодня где-то что-то изменилось». По данным Департамента агропромышленного развития, уже собран миллион тонн ранних зерновых. Это значит, что обеспечена продовольственная безопасность области. И часть урожая аграрии могут выставить на рынок. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».